Вот столько ежедневников я и списал за этот год. Дальше поймете почему, немножко подробнее эту тему освещу. Перед тем, как мы начнем, сразу хочу сказать, что никого ни к чему не призываю, не принуждаю, не заставляю. Делюсь исключительно своим жизненным опытом, навыками, наработками. Ответственность за свою жизнь вы несете сами. Знаете, для тех, кто на канале впервые, сделал такую небольшую отсылочку, что первое мое знакомство с пантерным мухомором началось в 2020 году. Два с половиной года у меня были эксперименты, но они были вот такие вот. Красный меня почему-то не принял, чтобы вы понимали, вот как он съедался, так же он и выходил. Я не знаю, с чем это связано. В марте 2023 года у меня произошло грандиозное событие, которое, знаете, вот разнесло весь мой привычный мир, все мои привычные ценности, убеждения в щепке, просто. И мне четко сказали, твое предназначение – говорить простым языком на абстрактные темы. Я утром пришел в себя, я рассказывал, что я сидел на кровати, я забыл, как думать, я забыл, как говорить, у меня нет мыслей, у меня просто, знаете, вот как будто взяли мою привычную программу вот этого биоробота, стерли полностью, и как будто я сидел и ожидал, пока установится новое. Прошло несколько, там, какой-то промежуток времени, там, часа четыре или пять, и мне такие, приходят такие понимания. Вот первое – делай вот это, второе – делай вот это, третье – делай вот это. И я тогда вообще не понял, что это вообще произошло. Я потом уже узнал, что это, оказывается, задание от грибов, это так и называется. Я тогда вообще не знал, что такое вообще существует. И сижу на кровати, у меня вот это все идет, я вот даже сейчас найду этот ежедневник, где четко написаны были все три пункта. Вот в этом ежедневнике все написано. Я сейчас основные вот так вот прикрою. Короче, ладно. Вот так вот. Вот так вот первые три задания. Типа делай. Я такой, окей. Я рассказывал, что у меня вообще там в кармане денег. 15 тысяч рублей, отсутствие работы и задание от грибов. Делай. И ум тогда включается. И такой начинает, слушай, что-то какая-то мутная схема. Давай лучше мы с тобой найдем работу со сменным графиком, ты как бы в свободное от работы время будешь спокойно выполнять эти задания. Как бы и все хорошо, и деньги есть, и задания выполняешь. Но у меня тогда было, знаете, какое-то чувство, что не нужно на это поддаваться. Повторюсь, никого не призываю. Вот чисто про свой опыт рассказываю. И я четко помню, что я сам себе дал тогда такую, знаете, установку. У меня вот есть по 15 тысяч рублей, из которых я потом 7,5 потратил на ноутбук, чтобы написать первую книгу. Первое задание было написать книгу. И я тогда прикинул, что 7,5 тысяч рублей, полтора месяца, ладно, как-нибудь проживу. И пусть будет как будет. Я просто буду выполнять эти пункты, невзирая вообще ни на какие обстоятельства. Вообще. Вот полтора месяца. У меня почему-то вот в голове стояло четко полтора месяца. Я не знаю тоже, откуда это берется. Просто, вот знаете, такую отголосочку сделаю, что когда ты взаимодействуешь с грибами, внутри у тебя есть какие-то даты появляются, какие-то числа, какие-то, вот какая-то вот мистическая наполняющая. И ее невозможно объяснить логическим умом. А люди, которые приезжали на ретриты, они сами на практике убеждались, что как только вот грибы выходят на контакт, у них в жизни там 5-7 дней после ретрита начинают происходить какие-то вещи, которые сложно объяснить умом. То есть, кто-то выходит на связь, предлагает какие-то возможности, кто-то еще что-то. И пространство вот с ними начинает вот так взаимодействовать. Первое задание – написать книгу. Я отмел вообще все, что связано с тем, почему я это сделать не могу. Обычно же как? Человеку приходит задание, он начинает вот это, 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 и начинает перечислять, почему он это сделать не может. Я все это, все сомнения отмел. Раз задание пришло, делаю его. И мне, знаете, что самое интересное было? Мне пришло название. Мне было четкое понимание, что именно 4 главы. Мне даже стоимость показали. 350. Ну, на литресе не было 350, было 349. Окей, пусть будет. Вообще, не думая, не анализируя, пусть будет. Первая книга – записки астронавта. Все, выложил. Окей. Второе задание. Курс «Здоровое тело для похудения». Я, честно сказать, вообще, вот сделал это все настолько просто, насколько бы я хотел бы, чтобы это, вот, мне бы в руки попало вот этот курс. Да, вот если бы я обратился к человеку, и мне такие, вот, Жень, мы хотим похудеть, мы хотим там быстро привести тело в порядок, мы хотим сделать это и начать там более качественно жить. Окей, я сделал настолько просто, настолько доступно, что люди, вот это уже, знаете, уже чуть больше 60 человек прошло по этой программе. Средний показатель – 10, минус 10 килограмм в течение одного месяца. Повторюсь, пока только один рекорд за один месяц 20 килограмм. Это работает. И вот я составил этот курс, и следующее у меня третье задание было. Я его никогда не рассказывал, но сейчас я его расскажу. Третье задание было пройти Ликийскую тропу. Кто не знает, это в Турции, это вот, вот как в Крыму, южный берег Крыма, только в Турции, южный берег Турции, да, и там вот 600, по-моему, или 800 километров она. Но я тогда не знал, что задания от грибов, они могут быть не как, вот знаете, вот прям вот заданий. Все, вот ты делаешь, как биоробот, тебе сказали, делай это. Здесь есть задание проверки. То есть на то, сколько ты адекватен, на сколько ты выполняешь, вот именно идешь по пути своего предназначения. Тогда я этого не понимал. И вот как-то книга опубликовалась, курс опубликовался, появились какие-то деньги, и мне их четко хватает для того, чтобы купить билет в Турцию, пройти Ликийскую тропу в один конец. Я захожу, покупаю билет, он не покупается. Я ничего понять не могу. Я еще раз, еще раз, как бы не покупается. Я сел тогда и задумался, почему этого не происходит. Съел грибочков, пантериков, да, вот, все это время только пантерики. И мне приходит осознание, что я дурачок. Потому что третий пункт, он не входит вот в спектр выполнения моего предназначения. Если написать книгу, вот, говорить простым языком на абстрактную тему, как ты будешь говорить, это уже другой вопрос. Хочешь, говори голосом, хочешь, пиши, хочешь, рисуй. Это нужно просто упаковывать, да, вот, переводить по-другому. Переводить с абстрактного на обычный, вот, примитивный человеческий. Книга входит, курс «Здоровое тело». Это максимально мудрейшее проявление, вот, предназначение. Одно дело, когда ты просто говоришь, сотрясая воздух, но доносишь идею. А другое, когда ты говоришь, и это проявляется еще на практике. То есть, ты, вот, рассказал, как это работает, человек тебя слушает, и просто за тобой повторяет по этой программе. И меняет свою жизнь. И только потом, спустя я, ну, все вот это время, я понял, что, оказывается, еще и так можно было, что ли. То есть, максимально с абстрактного, конкретно на практике, детально, пошагово, вообще максимально просто это донести. А третий пункт – пройти Ликийскую тропу. Это было задание на проверку моего идиотизма. Потому что идти по Ликийской тропе – это означает, что я не выполняю свое предназначение. Я просто иду, и все. Все, конец. И когда я это понял, я пересмотрел все вот эти пункты. Я понял, ага, вон оно что. То есть, мухомор, взаимодействуя с тобой, дает тебе задание, да, он тебя очищает от мусора. Что такое мусор? Это вот информационный шум. Что это такое? Человек рождается всю свою жизнь, живет и в свой ум впитывает информацию. Любую, вот вообще всю, визуальную, слуховую информацию через все органы чувств. И потом приходит к грибам такой, мне вот сейчас надо за один день понять мое предназначение, чтобы мне выдали задание. И разочаровывается. По одной простой причине. У него в голове вот этот белый шум, я это в каком-то видео озвучил, как грецкий орех. Когда там не то, что достучаться, там вообще невозможно достучаться до человека. И он сидит вот в этом шуме ума, генерирует все свои мысли. Там, а может это, а может мое предназначение вот это, а может вот это. Это вообще не так работает. А может быть мне из грибы вот это задание дали. И начинает вот сам под себя, знаете, за уши притягивать какие-то предназначения, задания. Это вообще не так работает. Вот этот белый шум, он убирается. Человек начинает хотя бы слышать самого себя. Это уже достижение. И вот когда он начинает слышать самого себя, то через вот истинное я, грибы вот в этом состоянии до тебя доносят. Вот смотри, вот это, вот это тебе. И потом со временем я продолжал так же вот ходить в путешествия на пантерном, на пантериках. И начиная с апреля, вот это очень важно, я лично познакомился с директором от Кедра, с Евгением. Мы с ним познакомились, я понял, что человек занимается своим призванием, своим предназначением. Он это делает с любовью. Он понимает, как это нужно сделать и для чего это нужно делать. И вот те грибочки, они, знаете, как мы с Надей как-то в одном путешествии до нас дошло, что они деликатные, как джентльмены. То есть вот из разных регионов, я даже об этом просто писал в группу, одни какие-то как гопота, приходят, тебя разносят так, чтобы мало не покажется, там другие какие-то такие. Вот именно вот эти, они как джентльмены, они очень деликатно с тобой работают, доносят до тебя информацию, если ты готов услышать. Но если ты проявляешь наглость или неуважение, туда нужно идти, как будто ты идешь к царю природы. Вот такое уважение. И когда ты приходишь туда с уважением, возможно, с тобой будет диалог, если ты готов его услышать. Если же без уважения, получаешь по башке, у тебя бетрип, и ты просыпаешься весь с разбитыми коленками и локтями. И потом мне приходит такое понимание. А вот сейчас делай людям вот эти перезагрузки. Тогда они назывались перезагрузки. Что это такое? Для чего это? Я вообще понятия не имею. Окей, ладно, все. Значит, необходимо. Просто начинаю это потихоньку делать. И мне вот в путешествиях, опять же, показывают. Смотри, здесь нужно сделать вот так вот, здесь нужно сделать вот так вот, это для вот этого. Мне даже чаша пришла просто спонтанно, через моих друзей. И вот она мне нужна как инструмент. И очень важный момент, что как только я начинаю делать перезагрузки, приезжает Надя, и нам, ну мы это уже все рассказывали, нам вместе показывают задания. Вот ваши теперь совместные задания. Вы теперь вдвоем делаете вот это. И мы просто, опять же, шаг в пустоту, опять идем и все это делаем. Когда человеку дают задание, он может находиться там, он может это все помнить четко. Но когда он выходит из путешествия, он это все мгновенно забывает. Потому что его ум на подходе вот этой информации, он ее автоматически обесценивает, он ее обнуляет. Говорит, все, это все иллюзия, это все фигня, это все бред, все забудь, это все галлюцинация. И человек такой проснулся, да, грубо говоря, и такой, и что? Ну вот все, вроде что-то было, а вроде бы и нет, и что делать-то теперь? И здесь идет работа с умом. Это абсолютно другая история. Многие думают, что когда человек приезжает на ретрит, значит он съедает пантерики, мы ему включаем там какую-то музыку вот такую, он лежит, смотрит галлюцинации, и потом такой радостный уходит. Нифига подобного. Последний мой ретрит. Чтобы вы понимали. Я вот прямо уже это рассказывал, не на видео, а с человеком. Я ложусь спать, и мне снится сон, что я нахожусь в каком-то помещении, где 200 человек гуляют, там то ли день рождения, то ли свадьба. Песни, пляски, свинарня, еда, бычки. Там такой хаос. Я захожу на кухню, там все завалено грязной посудой, там все вот прям вот свинарня максимального уровня. Раковина забита, я думаю, хотя бы раковину что ли спустить. Засовываю туда руку, это мне снится, это вот как раз вот снится, ну тогда была небольшая дозировка пантериков, так чисто, чтобы сон был яркий, как говорится. Засовываю руку в эту раковину, достаю там какие-то мясорубки, какие-то кружки, бычки, все руки какие-то в жиру, черные. Я утром прихожу в себя, я понимаю, что вот все, что я вот это описал, вот именно с таким мусором в голове живет практически каждый человек. И по завершению ретрита практически каждый человек, да не практически, наверное, каждый, он такой сидит и говорит, слушай, какое хорошее, тихое и благостное состояние. Прям ни одной лишней мысли. Прям все так здорово. У меня никогда такого не было. Какие вы молодцы. И мы с Надей стоим все такие, знаете, как будто канализационную яму информационную чистили все вот в ГЭФСе, вот этих информационных фекалиях, и такие, да, да, так это нормально, да. И вот я к тому, что во время ретрита вот эта чистка идет в голове, вот этот информационный шум, который в голове каждого человека находится, показывает, что практически каждый человек, у него в голове вот такая помойка. И вот с этой помойки, вот с этой, не почистив ее вообще, не по удаленной там программе, да, вот я про свои буду говорить, не по удаленной программе, вообще никак. Человек хочет пойти к грибам, услышать задание, какова вероятность, что среди всей этой помойки он найдет вот какую-то там золотую монетку и скажет, что, о, я ее нашел. Он там сам себя не слышит. Там вообще просто трындец вообще происходит. Я сейчас к тому, что, возможно, вот в этом всем ты сейчас увидишь сам себя. И подумай, вот все, что в тебе есть, все, что ты пересказываешь, где там ты? Вот вся информация, которую ты где-то узнал, где там ты? Это вот все, что касается, да, вот, заданиям и грибам. И почему их многие не получают. И еще такой момент. И тоже мне как бы человек написал, смотри, я вот не могу понять, я вроде и с теми, и с грибами, и с теми, и с теми, и с там еще какими-то, еще с теми, и там я все поперепробовал, задание мне никто не дает. Что за фигня, типа, как так вообще? Я же такой просветленный. Простая аналогия. Представьте, что вы учитель. Вот конкретно ты, ты учитель. К тебе приходит ученик и говорит, я хочу у тебя учиться. И ты ему говоришь, хорошо, я буду тебя учить. Ты начинаешь там ему что-то там от сердца, от души, что-то рассказывать, доносить там до него какие-то истины. И в какой-то день он не приходит. Потом ты узнаешь, что он пошел еще к тому учиться. Потом ты узнаешь, что он пошел к тому учиться. Потом к тому учиться. И потом он опять к тебе приходит, а я сейчас хочу опять у тебя учиться. С каким теперь отношением ты будешь давать задания и обучать вот этого человека? Скажи. И вот как только вы вот это поймете, и вы поймете, что вот все, что да, вот я сейчас сказал, книги, которые я написал, это краткая выжимка вот этого всего исписанного. Настолько просто, чтобы ты, когда читал это умом, просто, понятно, понял суть идеи, что я хочу донести. Удаленная программа. Если нет возможности приехать, чтобы ты мог удаленно начать хотя бы что-то делать в своей жизни, убирать вот этот шум, хотя бы там потратишь ты месяц-два, но ты это сделаешь. Хочешь приехать, это уже другой вопрос, напиши, все там, на сайте вся информация есть. И хочу акцентировать такой интересный момент. Просто запомните это на всю жизнь. Вот я прямо сейчас вот прям даже покажу. Вот последнее, что мне вот было написано в моем путешествии, вот всего лишь одна фраза. Преподавателей много, а учитель один. Все, не прощаюсь с вами.